За дезертирство и неисполнение приказов у российских солдат, которые воюют в Украине, начнут конфисковывать имущество. Такое наказание предусмотрено в поправках к Уголовному кодексу, и его, как пишет издание «Записка», уже поддержало правительство. Вскоре документ должны вынести на рассмотрение Госдумы. Совершенно очевидно, что к этому шли. Еще год назад в эфире «Фридома» я говорил, что будут конфискации. Сейчас уже дошло до непосредственного принятия закона. Учитывая, что основной интерес завербованных в российскую армию граждан России финансовый, конечно же, это с точки зрения властей должно укреплять мотивацию. Основанием для конфискации имущества, кроме прочего, могут стать и совершенные преступления. Они перечислены в примечании к статье 280.4 Уголовного кодекса РФ. Отмечает издание «Записка» со ссылкой на собеседника, который знаком с документом. Речь идет о видах деятельности, направленных против безопасности Российской Федерации. А это значит, что деньги, ценности или иное имущество, которое якобы используется для финансирования преступлений против РФ, будут переданы государству. Эксперты отмечают, что такая формулировка теоретически позволяет суду изымать любое имущество на свое усмотрение. Люди совершенно не готовы к тому, что их на фронте ждало. Сами по себе они готовы были бы убежать, но тогда получается, что они потеряют даже то, что им удалось до этого заработать и подставят свои семьи. Я думаю, что вот это вот экономические отношения с их семьями, родными, детьми и так далее, это главный критерий, по которому власти стараются бить, чтобы заставить людей продолжать военные действия. Лишать имущество Кремль собирается и гражданское население. Спикер Госдумы Володин заявил, что соответствующий документ уже готов к рассмотрению парламента. Отбирать имущество будут за якобы распространение фейков об армии РФ. Инициатива также предполагает лишение государственных наград и званий. Совершенно нет никаких критериев, по которым будет это имущество потенциально конфисковываться. Соответственно, это угроза очень широкого плана, распространяющаяся на значительную, если не на большую, часть населения. А при этом, в первую очередь, это угроза. Российские власти, с учетом того, что это так называемый информационный калитаризм, умудряются в основном обходиться без настолько широких репрессий, как это было в Советском Союзе в сталинский период. Однако кремлевский режим все больше внедряет в жизнь практики советского прошлого. Так депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев предложил возродить ГУЛАГ для неугодных власти. Мне сейчас говорят, ты хочешь устроить опять ГУЛАГ. Но я честно говорю, что хочу, чтобы те, кто сегодня вредит нашей родине здесь, внутри, радостно махали кайлом в районе Колымского тракта. Это правда. И не только я хочу. И народ хочет этого. Андрей Гурулев, депутат Госдумы от «Единой России» в эфире телеканала «Царьград». С одной стороны, конечно же, это прощупывание почвы со стороны одиозного депутата. А с другой стороны, да, это своего рода предсказание того, во что будет превращаться путинская Россия дальше. Гурулев известен своими радикальными высказываниями. В октябре 2023-го он предлагал уничтожить 20% россиян, которые не доверяют Путину. Слова политика предложили проверить на экстремизм. Однако полиция и прокуратура не выявили ничего подозрительного в высказываниях. Никита Скобликов для телеканала «Фридом».